друзья всем привет как я обещал я пускаю видео о том как я смотрю на конкурентов при выставлении шмоток с определенными стикерами и соответственно пытаюсь понять какую стоимость уже стоит ставить на этот скин какая стоимость так или иначе востребована на нем с этой наклейкой и наверное как раз таки я хочу начать с этого сайта я о нем уже когда-то говорил это кс гостикер поиск я постоянно его использую также и на стримах тем не менее не все о нем знают не все понимают зачем я им пользуюсь и поэтому хочется о нем рассказать немножко да здесь получается показаны все стикеры вплоть до осеннадцатого года что соответственно как бы упрощает вашу задачу при поиске того или иного стикера точнее сказать при поиске скинов с определенным стикером и соответственно просто просто выбираешь нужный стикер да можно то не знаю три стикера подряд выбрать допустим прикладная да и нажимаешь на поиск и тебе выбиваются все скины с этой наклейкой это понимаешь то что например на этот стикер идет наценка на скинах в районе 20 рублей да допустим если смотреть на эти скины кстати говоря вот этот скин очень дешевый и соответственно как бы получается есть тоже свой определенный плюс при просмотре через этот сайт скинов соответственно как бы изначально получается сайт создан для того чтобы смотреть те скины которые предлагают рынок с определенными стикерами да но я заодно еще использую его как при просмотре своих конкурентов при выставлении шмоток с кс-мани на стиме с определенными стикерами ну и соответственно как бы я вижу то что типа тег 9 стоит 29 27 50 при этом его стоимость 1950 да и само собой как бы конкуренты все остальные переплачивают основу 20 рублей она этот тег 9 была переплата всего 7 8 рублей соответственно получается у меня есть шанс выставить этот скин на 20 рублей дороже от его дефолтной цены и вскоре его продать те сам получил свой какой-то небольшой кровь ну и само собой и я понимаю то что как бы на такие скины из такой наклейка идет переплата 20 рублей и соответственно если у меня скин есть эта наклейкой я прямо то что надо делать наценку в районе 20 рублей и скорее всего этот скин продаться но опять же надо учитывать тот факт что бывают такие плохие скины как по 2000 до допустим они очень плохо продаются или какие-то совсем дешевые скины которые стоят копейки там по 90 ясен до юмпики какие-то и тому подобное там даже тот же scar и тоже надо это понимать и ориентироваться уже на такие более востребованные скины на более интересные даже тот же самый блок по 90 и калаша vp дает больше представление о том какую примерно приплату можно делать на тот или иной скин с той или иной наклейкой ну и хочется еще добавить о том что не все стикеры присутствуют на этом сайте поэтому как бы из этой ситуации тоже можно найти выход мы идем на торговую площадку выбирая соответственно как бы игру круто страйк да допустим нам приспичило найти наклейку да кстати сюда мощную убираем обычные стартрековские пушки чтобы она не было сувенир к поиске и пишем соответственно поиски так стоять и не забываем также нажимать на галочку искать описание она обычно слетает если будете делать повторный поиск поэтому тоже будьте внимательны и соответственно мой получается пишем так стейси да вроде правильно написал и на сразу же все скины с этой наклейкой здесь показаны то есть допустим нитро мк магний да с этой наклейкой вот мы открываем нитро переплата 5 рублей за наклейку дакстейси принципе вполне мало может даже купить этот скин люби и положить себе в инвентаре вполне почему бы и нет а потом я управляю чуть дороже соответственно как бы просто я сдвинул на конкуренту да допустим мк магний год пришелец с этой наклейкой ну вы понимаете что так стейси стоит вроде 180 рублей если не ошибаюсь да и соответственно от этого мы тоже будем отталкиваться а даже 200 рублей уже тоже от этого мы будем отталкиваться и еще будем учитывать тот факт что кстати тут так стейси металлический на этом магния переплата 25 рублей ладно его рублей 30 металлический дакстейси стоит 500 рублей то есть почему бы нам не купить эту мку магний и не запросить за наклейку дакстейси грубо говоря 10 процентов перепад на то и включается здесь просят переплаты 30 рублей а мы просто переплату 50 рублей например почему бы нет плюс еще здесь наклейка фурии обычная есть да ну и пара автографов но они существенной роли в цене не сыграть но тем не менее можно взять этот магний и будущем продать чуть подороже так или иначе конкурентов у меня как вы видите с наклейкой дакстейси более нету и соответственно получается вот эти скины которые я купил я смогу продать чуть дороже накинув там грубо говоря 10 процентов переплаты за металлическую наклейку дакстейси и за обычную наклейку дакстейси можно накинуть даже чуть побольше чем 10 процентов соответственно чтобы выйти какой-то плюс потому что я переплатил за яку нитра 5 рублей плюс еще комиссия и заодно мы должны какие-то 5 10 процентов себе в карман положить за эту наклейку с этой мки и расчета на то что дети есть конкуренты за 80 рублей я понимаю то что им кунитор я могу спокойно продать чуть дороже и при этом она он не уйдет за какое-то короткое время в общем все это случится немножко странно наверное да немножко как-то намешано на первый взгляд но со временем когда вы начнете заниматься таким трейдом плюс минус вы начнете понимать как все это примерно работает вот таким образом получается я смотрю на своих конкурентов а также и смотрю рынок на стиме по предложению то есть я иногда если у меня есть какой-то определенный банк на стиме да и допустим вот по прошлой схеме я по трейдбэку не могу ничего перевести со стима на кс money то я попробую этот баланс прокрутить три стима помощью поиска определенных скинов с определенными стикерами есть например цена слишком занижена на это скин с этим стикером то я могу его как раз таки взять себе в овентарь и попробовать продать подороже лучше с этого самой как раз таки нужно мне против поэтому этой информации я надеюсь вы будете пользоваться лично будет вам полезно ставьте лайки пишите ваши комментарии вопросы попробую ответить на все них под видео ну а если что на залетайте на стриме поговорим там и также давайте то что у нас есть группа вконтакте буду рад вас всех вас всех видеть именно там а на этом я заканчиваю всем хорошего трейда но мы еще увидимся